ребята всем привет это зимой альберт и мы с вами сегодня поговорим о как ни странно о мусоре ну если откровенно это будет разговор о довольно приличном бизнесе которые люди делают на вывозе так называемого димали шин трэш димали шин трэш это все то что образуется в результате стройки новых домов констракшена новых каких-то зданий в результате ремонтов или моделингов существующих зданий а также замены крыши или какой-то там работы с заборами старыми с вывозом спиленных деревьев и так далее и так далее и так почему я решил об этом рассказать потому что я думаю что в сша даже многие виды деятельности которые не являются бизнесом на недвижимости но которые рядом с бизнесами недвижимости многие эти виды деятельности тоже приносят неплохие доходы и так я сегодня вам расскажу цифры из примера бизнеса моего знакомого его зовут стив и я не буду говорить в каком городе он работает не буду говорить детали но я вам дам примерные цифры потому что возможно кто-то из вас захочет заняться чем-то подобным и организовать подобный бизнес подобные сервисы есть абсолютно в каждом городе в америке и я сначала расскажу как работают традиционные эти сервисы потому что я довольно часто был их заказчиком каждый раз когда мы покупали тот или иной дом и в нем нужно было удалить несколько стен удалить какие-то старые заборы из бекерда убрать какой-то старый металлолом и старый трэш спиленные деревья и все это вывести то нам приходилось заказывать подобную штуковину которая называется дамстер они бывают разного размера они бывают там 15 кубик ярдов 10 кубик ярдов 20 кубик ярдов и так далее и размеры их высота ширина и длина обычно в футах обозначаются здесь на картинках можете видеть относительно роста человека как они выглядят и чаще всего когда вы его заказываете то такой дамстер вам привозит коммерческий трак то есть видите большой трак для которого нужна для управления этим траком нужна коммерческая лицензия такой называемый сидел и поэтому на таких больших компаниях которые занимаются вывозом мусора работают сидел водители которые ну как бы должны зарабатывать соответствующие деньги естественно эти компании они обычно иншураны лицензированы и из-за этого у них довольно высокие цены на вывоз мусора например чтобы вам чтобы вам привезли вот такого вот размера дамстера поставили у вас на драйвее и он постоял пять дней и затем его трак увезет это вам может быть стоит но если это в цинциннате это будет 700 долларов если это во флориде то это может быть 500 800 то есть это зависит от того в каком городе конкретная компания ведет свою деятельность потому что в сша очень сильно могут отличаться оценки расценки между калифорнией между там флорида и чикаго нью-йорком очень сильно могут отличаться дальше что вам еще нужно знать кроме того что для оперирования таким траком нужен сидел водитель нужно также сама техника то есть этот трак он стоит довольно дорого он может стоить 150 тысяч долларов больше меньше дальше сам дамстер вот этот огромный железный кузов он тяжелый он много весит и он тоже не дешевый третья вещь которую вам нужно знать это то что драйвей который обычно строится в большинстве жилых районов он рассчитан на вес легкового автомобиля почему я это знаю потому что у меня была история когда на одну из недвижимости мы заказали доставку дамстера то есть он он приехал когда нас не было и потом когда дамстер был уже загружен он приехал когда нас тоже не было и он увез этот дамстер и трак своим весом он разломал бетон драйвей нам пришлось заново делать драйвей хотите верьте хотите нет и к чему я это все рассказываю что такой как бы сервис который предоставляют обычно крупные компании занимающиеся вывозом мусора его не везде возможно использовать из-за того что вес трака из-за того что цена и еще одна вещь которую вам нужно знать что в некоторых районах например я сталкивался когда мы делали ремаделинг в сити ну скажем так центр города и там нужно было поставить вот такой вот дамстер я узнал что для того чтобы я его поставил он там постоял несколько дней пока мы будем туда загрузить мусор нужно пермит без пермита его нельзя поставить пермит это дополнительное время на получение дополнительные расходы и эти все причины заставили появились появится альтернативный сервис альтернативный сервис это ребята которые работают маленькие компании которые оперируют маленькие компании которые оперируют с вот такими вот небольшими дампстерами это называется дамп трейлер и дамп трейлер это по сути двухлосный трейлер которым помещается несколько тонн груза и как которая гидравликой может поднимать сам себя и разгружать вот так вот он выглядит значит у него есть своя собственная тормозная система и такой дамп трейлер он имеет сзади металлические двери тут принципе видно хорошо и благодаря тому что его гидравлика поднимает все из него автоматически высыпается когда этот дамп трейлер выгружают на свалке они есть разного размера разные грузоподъемности есть двухосные есть одноосные там разные глубины этот трейлер может быть у некоторых из них может быть сверху система которая позволяет закрыть его чтобы ветер как бы не сдувал из этого дамп трейлера ничего во время перевозки в общем они они совершенно разные и для того что бытовать такой трейлер достаточно мощного трака который может управляться с помощью обычных водительских документов вот на вот этой вот фотографии вы видите что там шевроле трак стоит так называемый гусенек трейлер который имеет прицепное устройство внутри кузова этого трака и к чему я это говорю потому что мой знакомый стив он как раз занимается этим бизнесом у него есть несколько таких дамп трейлеров у него есть так что он делает он разместил на крейс листе на фейсбуке он разместил объявления в которых написан очень простой текст что мы вывозим любой димали шин треш мы локальная компания позвоните нам в тот же день мы вам доставим трейлер он паркует этот трейлер на драйве перед домом своих заказчиков люди работают загружают его мусором там не знаю крышу старую туда сружают там какие-то сломанные стены гипсокартонные какие-нибудь старые диваны какой-нибудь еще хлам я пару раз заказывал службу подобную когда мне нужно было чтобы с драйве освободившиеся недвижимости которая была аренде в ренте люди оттуда выехали и они оставили целую гору имущества просто бросили на драйве это старые серванты побитые какие-то шкафы и старые какие-то матрасы старые ненужные какие-то поломанные телевизоры поломанные велосипеды и это огромная огромная гора всего вот этого кроме того там на беккерде что-то оставили и я посмотрел на всю эту кучу я позвонил вот подобному стиву и он приехал с хелпером хелпер очень быстренько позакидывал это все в трейлер я им дал деньги и они увезли это все на свалку на свалке они когда такой трак с трейлером заезжает на въезде в свалку есть весы эти весы взвешивают машину вместе с всем грузом он там разрушается все это автоматически будет потом переработана закопано на свалках они там знают что делать и когда он выезжает то весы снова снова его взвешивают и он платит за каждую за каждую фунт или за каждую тонну того груза который он только что разгрузил это обычная система на всех свалках в америке так такая система работает и смотрите теперь на цифры потому что цифра здесь это наиболее интересная вещь стив купил первый трейлер прицепил к своему траку и когда ему позвонил первый человек он поехал оставил у него трейлер обычная цена это за два дня пользования этим трейлером и вывоз мусора соответственно 350 долларов или плюс если человек звонит и говорит мы не успели нам нужно чтобы еще поставил трейлер то он charge дополнительно еще 75 долларов если он приезжает и обнаруживается что трейлер допустим загружен не по верхнюю ну как бы отметку этого кузова а там еще торчит сверху то он charge дополнительные деньги потому что это перевес на на свалке с него ну как бы он будет оплачивать дополнительные деньги за дополнительный вес груза и у него в среднем работает два-три дня на каждом клиенте каждый его трейлер значит он оставил в понедельник трейлер он знает что его нужно забрать допустим среду во вторник ему звонит другой клиент говорит нам нужно на четверг трейлер окей значит он уже знает что этот трейлер который он заберет среду поедет на четверг к другому клиенту а в это время звонит еще один клиент и говорит нам нужно сегодня сегодня на сегодня там на один день вывести большое количество груза стил берет свой второй трейлер везет к этому клиенту которым у второго клиента он стоит на следующий день утром звонят еще люди говорят нам нужен трейлер он берет свой третий трейлер отвозит к следующему и таким образом у него каждый трейлер работает в среднем 2-3 раза каждую неделю 2-3 раза каждую неделю если люди просят продлить а я прекрасно понимаю почему они просят потому что стройка это такой процесс малопредсказуемый да то есть ты делаешь demolition тут стена упала нужно эту стену выгрузить тут собрали старые карпеты их нужно тоже закинуть тут сняли старые окна их нужно тоже там тут на беккерде обнаружился куча старого там выкопали там старые корни старого дерева тоже их нужно загрузить куда-то и это приводит к тому что ему постоянно люди звонят и говорят нам нужно продлить еще на два дня то есть трейлер будет стоять еще два дня у них на драйвее они заплатят еще плюс 200 долларов в средний в среднем у него каждый трейлер приносит ему где-то в районе 1000 долларов в неделю то есть 4000 долларов в месяц из этих денег около 40 процентов он отдает виде расходов потому что есть какие-то расходы на топливо есть расходы на на свалке нужно заплатить за то что ты выгрузил мусор и таким образом у него остается там грубо говоря две с половиной тысячи долларов в месяц с каждого его трейлера и у него опять трейлеров 5 трейлеров ему приносят 12 13 14 тысяч долларов каждый месяц и я думаю что та машина которую он использует это тоже не какой-то модный красивый пикап который стоит там 50 75 тысяч долларов вот примерно как выглядит та машина которая нужна для того чтобы работать в качестве тягача для этого трейлера то есть это должен быть f350 или dodge 3500 ну такого плана грузоподъемная машина и это не должна быть машина которая ну там дорогая в 2021 года а это может быть пикап например вот такой вот то есть видите 6 литровый дизельный двигатель 4 на 4 ну полный привод to win kit to win package так называемый который позволяет подключить ему гидравлику трейлера к этому автомобиля потому что там гидравлика она должна поднимать этот кузов и видите это 20 тысяч 900 долларов такая спокойная цена причем видите в этих компаниях или в этих дилерских площадках которые занимаются продажами поддержанных траков тут есть возможность получить финансирование то есть даже человек у которого проблемы с кредитом знаете там проблемы с покупкой новой машины то на такой площадке он может принципе получить финансирование если вы приобретаете эту машину для бизнеса то она быстро окупается поэтому это вам пример такой знаете простой пример очень-очень казалось бы примитивного знаете такую можно сказать даже грязного американского бизнеса человек использует крейс-лист facebook абсолютно бесплатную рекламу в интернете клиентов не у него спрашивал как у тебя с клиентами на клиентов больше чем трейлеров я не успеваю их ну как бы туда-назад возить и видите в чем его преимущество я вернусь к вот этой картинке и еще раз в чем его преимущество он довольно гибкий в смысле цен то есть когда его заказывают то его услуги обходятся дешевле чем услуги большой компании по вывозу мусора такие компании обычно работают со свалками там годами в контракте во вторых он привозит трейлер который ну сравнительно легкий то есть его можно спокойно припарковать в резиденшал эрии его можно закатить на драйвей и можно не опасаться что драйвей будет разломом потому что если тяжелый ну семитрак заедет на драйвей то в некоторых случаях драйвей может трещину получить или вообще будет разломом третья причина что он является не является сидел водителем то есть ему не нужна коммерческая лицензия для того чтобы управлять тяжелым траком он может ездить на обычном ford 350 или доджи или шевроле и и он с теми же самыми правами с которыми большинство людей ездит на легковых автомобилях в сша еще одно его преимущество в том что он гибкий в смысле графика то есть если ему звонят в 9 вечера в пятницу и говорят вот так вот надо чтоб 8 утра завтра в субботу был дамстер у нас очень нужно очень часто так бывает что знаете у вас рабочие приедут завтра 8 утра они начнут там выносить стены выносить обломки а некуда склад несколько на складывать а в многих ариях residential ариях если вы просто трэш будете складывать на драйвей перед домом ну типа потом вывезем то вы очень легко можете получить штраф за то что вы ну как бы свалку устроили на на фасаде дома и для этого нужно чтобы перед тем как придут рабочие и начнут там что-то делать по ремонту ли мы в дома нужно чтобы уже стоял это трейлер и он он гибкий да он говорит окей я завтра по 8 буду у вас нет проблем он работает суббота он работает воскресенье и у него довольно чистая работа он сам он не занимается погрузкой разгрузкой мусора он сидит за рулем своего пикапа и принимая телефонные звонки если кто-то из вас может сказать о для меня это не подходит у меня нет английского языка я не смогу общаться с клиентами это очень легко решается вы нам нанимаете телефонного ассистента это компания которая занимается обработкой телефонных звонков и которая специально создана для того чтобы работать с контракторами потому что ну подумайте сами большинство контракторов это люди у которых время заняты руки они не могут одновременно принимать телефонные звонки и делать пламен или там принимать телефонные звонки и перед пилить деревья еще что-нибудь таком духе поэтому контракторам обычно невозможно дозвониться и для этого есть специальные компании где сидят пенсионерки принимают телефонные звонки здравствуйте да какого размера трейлер вам нужно хорошо на какое время на какой-то адрес хорошо пожалуйста дайте номер вашей карточки мы с вас пишем первые 350 долларов если у вас будет перевес то вам нужно будет заплатить дополнительно столько то за каждый дополнительный день мы чаржаем столько то все понятно все понятно давайте пожалуйста ваш номер карточки и когда он везет трейлер на следующий адрес то он уже знает что там уже заплачено за первых два дня то есть он не рискует что там люди передумают или еще что-нибудь и и все чем ему нужно заниматься это просто не не путать адреса да когда он привозит на определенные места ну и естественно у него есть дом ну или участок где такой за городом где на его участке просто стоят несколько этих трейлеров то есть он в любой момент может любой из них взять зацепить и повести на какой-то адрес где ему нужно оставить его на несколько дней вот так вот в принципе работает этот бизнес который генерирует нацать тысяч долларов прибыли каждый месяц и видите он не выглядит как что-то очень интеллектуальное или что-то такое что прямо надо годы чтобы этого достичь для того чтобы купить трак он пошел на любую дилерскую площадку с финансированием тебе дадут трак для того чтобы купить трейлер точно так же договариваешься с поставщиком на финансирование берешь каждый месяц просто платишь несколько сот долларов за ну как обычный кредит как за машину точно также за трейлер платят то есть видите эти вещи все легко довольно стартовать даже если ты приехал в сша они денег не кредитной истории не не знание языка вообще ничего нет вот ты можешь что нибудь подобное делать почему нет окей у меня будут еще подобные истории на моем канале о других видах деятельности и поэтому если вы не хотите пропускать подобные новости подпишитесь поставьте колокольчик вам это ничего не стоит а моему каналу полезно и увидимся в следующих видео всем пока